Горько! 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 Малайцу в ванну Саудисане эта русская традиция уже хорошо знакома. Эта свадебная церемония для них с Ольгой уже вторая в России. Новоиспеченная жена шутит, на свадьбы уже как на работу ходим. Сначала официальные регистрации в Куала-Лумпуре, потом торжество с родителями Ольги в чистых, теперь праздник для друзей. Что примечательно, без алкоголя и без мяса, согласно жизненным взглядам молодых. А по возвращению в Малайзию еще один праздник. Большая свадьба. Наша следующая свадебная церемония будет 26 марта. И мои родители планируют пригласить 400 гостей. Это нормально для Малайзии. 400-500 гостей у нас традиция приглашать всех. А началось все со страсти Ольги к путешествиям. Через интернет искала попутчика для поездки по Малайзии. Ван согласился подвезти до соседнего города. Я подумал, какая потрясающая девушка и смелая. Путешествовать автостопом для красивой девушки в Малайзии довольно рискованно. И я испугался за нее. Первый знак, который я получила, сев машину к будущему мужу своему, услышала любимую песню. То есть он не мог знать, что это моя любимая песня, одна из самых моих любимых. Соответственно, я была так поражена и поняла, что, наверное, это что-то значит. А дальше и вовсе как в кино. Или в русских поговорках. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Четыре дня общения, а потом припаркованную машину Вана ограбили. Исчезла Ольгина сумка с российским паспортом и деньгами и фотоаппараты и видеокамера Вана. Для нас был такой эмоциональный шок. Мы не могли поверить, что мы сейчас потеряли, собственно, четыре дня мы фотографировали друг друга. И места, которые мы посещали, и никуда это не скопировали. То есть и все фотографии ушли, в том числе и не только камеры. И вот в такой момент тяжелый мы решили обнять друг друга. То есть мы обняли друг друга, ну и как-то даже поцеловали друг друга. Потом расставание, километры переписки в интернете и часы международных телефонных разговоров. Но любовь преодолела все расстояния и смела все преграды. Ольга год взвешивала решение и приняла его. Чтобы стать любимому законной женой, приняла ислам. И в итоге уже как несколько месяцев мусульманка, в общем каких-то сильных изменений в своей жизни, я именно на этой почве их нет. Переход в религию мужа лишь формальность, ведь идеалы и ценности у них и до этого были одинаковы. Да и в любой стране, наверное, независимо от религии, секреты счастливого брака ничем не отличаются. Чтобы сохранить любовь, нужно много работы. Потому что любовь это не просто что-то, что падает просто с неба. Над ней нужно работать вместе. Если один делает все, а другой ничего, отношения распадутся. И, конечно, нужно понимание и терпение. Теперь у пары грандиозные планы. Объехать весь мир за ближайший год-полтора, а потом, говорят молодожены, уже можно думать и о детях. В малайских семьях их обычно не меньше пяти.